итак всем привет новым зрителям подписчикам сегодня я решил наверное длинное видео сделать показать окончательный вариант в скобках конечно окончательный вариант своего станка токарного показать как он точит и полностью рассказать попробую про каждый узел что как что получалось что не получалось что заменял и так далее вот но сначала вам покажу как он точит то есть на примере вот этого вала я вам покажу на дальше уже расскажу что то что итак начинаем что попробуем точить я специально уже проточил вал чтобы показать вам как он на разных диаметрах точит это вал максимальный короче обрезок рулика который я нашел у себя от электродвигателя 54 миллиметра диаметром здесь здесь понятно меньше сейчас покажу как точно после переделки станок так Продолжение следует... 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 раз точку показывать не обязательно потому что по моему опыту не знаю по моему мнению это самое простое то есть там если дробление нет по поверхности здесь по продольному точению то по торцевому и внутреннему точению дробление его не бывает вот сейчас дальше кому интересно короче точение показал сейчас кому интересно я сниму камеру и полностью потому что меня люди просят полностью покажу опишу весь станок каждый узел как делал что делал чего делал поэтому видео возможно будет длинным кому интересно оставайтесь кому и не интересно заходите на мой канал подписывайтесь смотрите мои ролики другие комментируйте ошибки мои указывайте на ошибки вот а я сейчас покажу полностью устройство своего станка вот и до и так поточили и теперь начну описание вот он станок весь полностью длина его два метра у меня понятно что я делал два метра не для того чтобы точить валы двухметровые так далее был расчет такой точить деревяшки еще вдобавок балясины всякие но когда я короче я так увлекся железками что я за эту зиму за последних скажем четыре месяца как вот сделал станок я ни разу сюда ни одной деревяшки не зарядил короче на дереве я перегорел полностью не железки захватили я с утра до вечера здесь но еще длинная станина удобно тем что бабку отодвинул назад вообще не мешает работать спереди так ну а теперь что начать начать на нас ходовой начну двигатель у меня стоит 11 8 киловатта однофазный это зернодробилка было то есть на него не надо ни конденсаторов ничего он заводится сразу от розетки я поставил здесь конденсатор пусковой ну добавочный короче кнопка пусковая стоит видите да и зимой у меня задняя бабка вот передняя бабка на масле подшипники но зимой все равно туго стартовать и поэтому пусковой поставил чтоб только так несколько секунд разогнал и все а дальше он помогу показать даже сейчас вот как он например без пускового сейчас просто нажму резко отпущу вот так он разгоняется теперь спусковым такая разница это уже так скажем моя доработка если кого интересует я сейчас тут не вижу уже номинал его короче в электромагазине называете номинал вернее характеристики своего двигателя у меня 18 киловатта 3000 оборотов вот и мне дали помогут 300 микрофарад он конденсатор пусковой я думал за зимой его сожгу оказалось нет качественный попался потому что очень много вот этих конденсаторов сейчас на два-три запуска и выбрасывай так ладно двигатель есть двигатель у меня на ластохвосте то есть вот он уголок который прикручен к станине полностью но на прорезях сверху и снизу двигается здесь и там внизу вот он прикручен и он на прорезях двигается туда сюда то есть двигатель можно вправо влево и на двигатель на крепление так так видно да да вот они один уголок там 2 короче ластохвост вы поняли да по этому уголку ходят два уголка которые прикручены на двигатель туда-сюда вниз тянет пружина двигатель это у меня есть натяжитель натягивает ремни все дальше стоит блок переходной это две корпусины с подшипниками они прикручены на станину вал выходит ну это узел я взял с кукурузного комбайна также как и переднюю бабку вот этот вот кронштейн здесь стоял другой вал со шкивом я его выкинул протачивал вал отдельно корпус делал под подшипники но это уже точил уже на своем станке корпус этот с обычной трубы проточил под подшипники какие мне нужно было вот времени идет на большой шкив там двухручейный мелкий шкив стоит переход на большой шкив то есть мне нужно для токарки оборот избавлять 3000 это не токарные обороты и дальше здесь уже отливал шкив алюминиевый дюралевый протачивал на три ручья это я уже добавил потом когда я пытался не пытался учился резать учил его резать отрезан отрезанным лицом работать это короче обороты самые-самые малые но я отрезаю сейчас на этих оборотах с этих у меня переходит оттуда на большой шкив этот вот это малые обороты сейчас у меня стоят средние обороты на них я обычно точу и так далее нужны обороты больше мне можно вот на этот ремень ну вот этот ремень со шкива большого перекидывать сюда и тогда обороты увеличиваются в два с половиной даже раза это самые большие будут ну и можно конечно тут короче вариантов много можно с этого шкива кинуть ремень вот сюда на большой нет вру вру короче я уже запутался вариантов много множество шкивов куча переходов куча так и значит постепенно переходим мы на переднюю бабку передняя бабка у меня большая мощная меня было два варианта снял я тоже с кукурузного комбайна силосного и там еще это основная на ней это вал остался здесь родной на ней стояли две ступицы 1 осталось вот она планшайба выточена с этого жевала ну то есть на этом же валу стояла вот это вот к ней прикручивалась к ступицы шкив 8 ручейный с той стороны стоял вариатор здоровучий вот ну оттуда понятно выкинул проточил у токаря на 25 тут вал на 60 сточил на 25 резьбу чтобы закручивать шкивы шпиндель у меня не сквозной так дальше тут стояли подшипники закрытые по номерам я их не помню короче 110 миллиметров внешний диаметр ну а внутренне соответственно 60 и стопорные кольца то есть здесь не было ни масла не солидола ничего я поставил сюда какие какие конические подшипники роликовые с двух сторон здесь также стопорное кольцо осталось и сальник продать пришлось магазине заказывать спецсальник 110 на 60 60 на 110 но ничего нашли даже вот есть у меня один гавкнутый вот этот сальник я его завернул чуть-чуть один раз шпиндель регулировал вот ну просверлил на масло посадил ее снизу сливная пробка есть все нормально а здесь вот эта крышка если кто знает сельхозорудие бдт барана дисковая вот там на корпусе где подшипники стоят такие крышки и короче у нее внутренний ободок как раз 110 миллиметров то есть она заходит сюда внутрь просверлил отверстие 4 чтобы посадить эту обойму и с каретки dt 75 регулировочные шайбы кто в теме тот знает вот накидал шайб и потом уже ломом как лучик леонтьев проверял биение ставил индикатор и выбрасывал по одной шайбе пока не добился результата который меня устроил устроил у меня когда туго начал крутиться я просто подкинул еще одну шайбу и все все стало на свои места тут даже без индикатора можно все это регулировать сначала затянул до попы а потом чуть-чуть ослабил так получается так ну планшайба патрон 160 миллиметров выписывал я его на авито по моему брал так планшайба как я сказал со ступицы протачивал сам уже и планшайба я только скажем так специалист я когда ему давал вал протачивать мне надо было его обрезать здесь торцануть вал ну и здесь под под ну пачки выпадает 25 сделать я ему говорил говорю здесь не трожь я эту ступицу я целый день лампой паяльный грил взбивал водой поливал ее кое-как сбил я думал что назад как раз ее опять забью и будет у меня он стоять у google так вот этот токарек взял и пару сотов там снял и когда я привез домой это все думаю сейчас буду за когда уже собрал бабку думаю сейчас буду забивать планшайбу она у меня шлеп и зашла пробовал сначала вот тут резьбу дел болтом поджимать но она получается все равно играет и в итоге я короче прорезал прорезь здесь и сделал со ступицы бдм а уже вырезал уже на станке делал сделал хомут ну хомутом зажал вполне ну и когда уже все уже сточил на станке все нормально а потом патрон снял и внутри еще эту планшайбу прихватил к шпинделю ты даже не прихватила провалил по кругу потом проверил индикатором ничего мне не повело планшайбу все нормально стало короче патрон насадил все путем вы кулачки растачивал короче уже токарь прямо у бога на все руки так с передней бабкой мы по моему разделались до разделались но если вдруг какие вопросы пишите рассказывайте так дальше задняя бабка задняя бабка если кто следит за моими роликами у меня было сначала из домкрата задняя бабка я делал разворачивал винт наоборот то есть получает но это короче кому интересно посмотреть у меня на канале не буду отвлекаться а по знакомству мне перепало скажем так вот это вот бабка за 1000 рублей у нее разбитая пиноль короче так сверлить пойдет сверлить отлично к использовать как бабку ну мне до сотки не работать поэтому нормально пойдет в этот вал я протачивал ужас поначалу я его точил с бабкой нормально потом вот без бабки я уже вам покажу буду точить без бабки будет видно что вот чем дальше от патрона тем дробление короче есть далеко от патрона без бабки а с бабкой дробления нет так что какая-никакая но она все-таки работает бабку сделал короче вот ее основания подошла сама к этому основанию к подошве прикрутил обрезки рельсов то есть подошву на рельсах срезал и прикрутил на две шпильки надо еще штифты поставить забыл надо будет забить штифты ну и с той стороны то же самое то есть видите она убирается у меня вот этим вот ободком отсюда в крае то есть ездить постанение ну а там дальше гайка пластина и пластина поджимается и все поджимает если вам заметно будет и она уже у меня никуда не трогается отпускаю и она поехала все нормально бабка это скажем так это последнее что надо делать на токарном танке по моему мнению так теперь суппорт не сначала станина станина я сначала делал со швеллеров два швеллера сотых 10 сантиметров высотой внутри двутавр вот в этом была моя ошибка я полгода возился с этим станков устранял всякие там люфты зазоры но когда взялся за станину делать ее наконец-таки делал я понял что действительно станина играет большую роль скажем так именно жесткость станины не жесткость именно каркаса как вот я вот сейчас понял уже вот я с рельс сделал и короче играет роль твердость металла из которого станина вот они жесткость самой конструкции ну то тоже конечно немалую роль большую играет но все-таки я вам сейчас расскажу дальше вот на ту станину я делал чугунные накладки сразу поменялась работа по-другому пошла ну все-таки она мне не нравилось и короче я решил сделать станину из рельс и пока что сделано тут примитивно то есть она всего лишь сварена на трех уголках вот уголок один даже видите внутри не проваривал еще только вот по краям проварил один уголок середине уголок и из того края уголок и все и эти уголки даже не сидят то есть на трубах просто выставил по уровню и приварил получается у меня вся станина вот на таких вот трех ребрах стоит и все вот а внутри в рельсе просверлил каждые 30 сантиметров отверстия с одной стороны реализовал резьбу а другой стороны короче вставил 12 шпильки с гайками внутри и снаружи и у меня появилась возможность регулировать станину я и выводил вот именно по задней бабки сначала сделал вот это вот так все а потом уже выставлял станину по ней то есть я сначала поставил с одного края заднюю бабку шпильками двумя поджал так чтобы она плотно ходила потом перевел бабку другой край там также поджал потом проверил что она полностью по всей длине ходит тогда проварил уголками тремя и потом уже выставлял остальными шпильками и ну скажем так и слабо надеялся на эту идею это так наобум я решил сделать короче слабо я надеялся что она сработает но оказалось что она работает то есть 12 шпилька выдерживает нагрузку если гайкой распирать рельсы можно каждый участок приближать или удалять понятно что там не на несколько миллиметров хотя я не пробовал может и это возможно но она и не надо было короче я под суппорт выставил теперь у меня он ходит везде везде на этих плавника мягонько все нормально нигде не цепляется все ровно короче шабрить затачивать мне не пришлось ну понятно что это было бы идеально но да и рельс у меня не идеальное видите какие раковины ничего она работает здесь вообще вот под патроном он какая как а просто я рельсы эти задавался искать нашел сколько 18 метров рельсы и вот только 4 метра более менее я смог из них выбрать ровные но относительно ровные потому что я говорю что пришлось потом выводить их шпильками ну теперь они нормальные короче тут я не жалуюсь стало намного лучше чем на швеллерах это я вам вот если кто делает станок себе или собрался делать вернее потому что кто делает уже тут не уговоришь поменять свое решение вот кто собрался делать станок токарный если самодельный полностью выкиньте рельсы из головы у рельсы швеллера но если вы делаете у станок полметра чтобы на стол ставить туда там швеллер пойдет если вы делаете станок который думаете там бетонировать и так далее то есть полтора два метра станину швеллер не пойдет он мягкий он играет я на той станине на старой 5 суппортов делал разных и думал что все причина в них а причина крылась и в том и в одном во втором и в третьем и в четвертом пока до всего докопаешься долго сильно так ну что станина до поставили не еще это если вдруг есть какой-то сейчас специалист смотрит вот это мое видео как я тут мучаюсь подскажите как мне действительно можно сейчас увеличить я понимаю что она сейчас тут как кишка все нагласто она не болтается в работе она по-любому играет и пока что вот я могу там снимать 24 миллиметра с диаметра мне хватает но все-таки хочется же пожестче поэтому как ее увеличить жесткость чтобы осталось вот это вот регулировка я уже думал если между шпильками например проварить трубками туда же я не смогу регулировать или снизу мне очень старая станина можно снизу наверно пустить например швеллера рядом со станиной а потом ее как ферму вот так вот лесенкой проварить короче жду ваших советов так вот станина вроде отъехали бабка передняя у меня тоже на рельсах теперь стоит то есть я по бабке уже выводил остальное она на рельсах две рельсы поперек скреплены между собой тоже обрезком рельсы здесь и с той стороны все это проварено все это держится все это должно быть крепко вот так теперь суппорт то что пока выпало мне мозги больше всего я вам уже сказал что я их делал пять штук это помогу 6 сбился со счета я делал и ластохвост на уголках самый первый и рельсовые направляйки делал с чего-то с маленьких рельс и на трубах делал потом последний суппорт у меня был и предпоследний я уже делал с листового металла с десятки 16 ластохвосты вытачивал вырезал пытался но там у меня пока речка получилось более менее нормально малая продольные тоже какашка дробление было у кого себе и прям на глазах видно было как она прибежит вот и потом я все-таки плюнул купил в интернете вот эту вот малую продольную с немецкого станка купила она меня уже тем что у нее есть функция отвода резца было но у нас вот остановилась на станок и тут стояла еще при бомбасте на такой рычаг можно было резко отвести резец горучий ластохвост меня купил я подумал что с нее можно будет сделать подачу ну теперь получилось подача у меня получилось все нормально все мягонько все работает ход забыл если больше десяти сантиметров туда-сюда здесь бы еще можно было конечно то есть ее когда до конца довожу на ручку упирается в малую продольную вот сюда и здесь вылет у меня еще садирито 3 но она вылетает можно было бы еще муж сантиметр 2 жадности то нет предела но тогда и винт вот этот вот торчит дальше он походит вместе с малой продольный этот винт поэтому я решил что хватит умер слова свой пыл 10 сантиметров ходу есть хватает мало есть продольная обычная вот короче так здесь здесь расти держка была на ней стояла такая меня она очень устраивает прямо гугу мне нравится даже желание не отставить рассидержку обычную или здесь можно повернуть по-любому как хочешь прижать короче удобно так есть и резец тут можно оставить какой хочешь по высоте и ну короче короче мне нравится так супер теперь суп вот последний вариант моего суппорта в прошлых видео видели у меня наверно на суппорте листил противовес чугунный вот я его пустил теперь сюда вырезал снова плиту 6 сантиметров толщиной чтоб это все пожестче было дальше здесь вырезал угол и ну короче здесь вот эта сторона нетронутая вот с этой стороны видите я пилил я отпиливал как раз вот это вот вот эти вот лыжи это самое она отсюда квадрат был в нем я его вырезал углом уголок то есть вырезал и прикрутил его вот так вот как на настоящем станке это как я слышал и видел для того чтобы его при движении не моделяла вот так вот туда-сюда чем больше вот эти штуки тем он больше держится правда спереди я такую не делал что впереди держит клин то ладно дойдем до него вот ну и как раз доходим до клина вот это вот то вот вырезок этот квадрат теперь который здесь остался он как раз у меня пошел на клин вот она мой клиент вот этот вот квадрат это которые оттуда в этом квадрате я тоже вырезал уголком также сама только чуть наискось вот клин это он отсюда же и вырезан только с разницей в сторонах три миллиметра то есть эта сторона шире той концевой стороны на три миллиметра понимаете клин да этот уголок прикручен насквозь вот к этой пластине это поворотная пластина вернее но в ней прорези про проделаны там про . все у меня здесь сделано чтобы она была поворотная папе речка немалая продольные и не сделаешь я сделал папе речку поворотная то здесь она вертится крутится в этой плите плита стоит мертвого здесь два болта прикручена она намертво а здесь насквозь потайные отверстия сделал и насквозь она все притянуто полностью вроде как жестко стоит ну и клин тут уже устройство простое клину прикручена планка он намертво здесь закручен а здесь подтягиваю сколько мне нужно пока что еще зазор есть но это есть видите уже вставочка то есть пока притирал пришабривал уже у меня клин начал проваливаться туда был вариант конечно такой чтобы сделать здесь наоборот то есть эту планку закрутить здесь мертво а здесь на шпильке и можно было клин дальше выгонять я решил пока что работает нормально пусть так с проставочка с этой она здесь не мешает это все таки не ластохвост нормально и здесь у меня вот как раз выглядывает то есть держит нормально по моим ощущениям ну и наконец-таки мне этот суппорт больше всего понравился я дошел до того что сделал все-таки пыльники пыльники сальники войлок поставил пластик везде на всех сторонах где нужно вот так ну и сделал еще нормальную наконец-таки подачу который меня устроила теперь рейка что-то пришло так рейка это венец от автомобиля вас с маховика не помню 14 какая 13 модель я не помню у друга взял короче маховик вовремя успел еще маховик металл сдавал я у него венец этот сделан шестерня бендик состоит так вот она шестерня бендик состоит ну к свет свет вот она ходит здесь дальше у меня поначалу на той станине уже вот эта рейка стояла как раз и шестерня только вот этот узел был не полностью такой у меня здесь было только две шестерни то есть вот это вот планка она была уже приваренных той станине и получается 6 у меня было только вот эта шестерня у меня стояла и мало и и все я вот здесь крутил уже но сильно быстро ездил мне не нравилось подачу например точить вообще было невозможно сильно быстро и он рывками давался здесь я уже решил добавить так сразу забыл сказать что вот этот узел весь все шестерни все валы это все редуктор мотороллера муравей танцы эти шестерни есть в одном редукторе там еще и планетарный механизм даже есть там много чего полезного хорошая штука для самоделок так ну а дальше в пластине к этой пластине вот проточенная труба кусок трубы вот этот вот кусок трубы проточил под подшипники вал сюда насадил ту шестерню bentix и напрессованную здесь 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 она крутим на все заодно то есть шестерня мертва на валу следующий вал вот этот вот а вот этот вал он стоит мертва а на нем спаренная шестерня ну я ее спарил уже сам это это две отдельные шестерни я их скрутил сварил и они теперь у меня каленые шестерни все все каленые валы и здесь короче никакого закуса не происходит то есть надо мне я чуть-чуть масло капнул сюда но правда еще ни разу ничто не запищала все нормально работает каленая по каленому ходит хорошо да вы слышите наверное то есть вал у меня этот стоит а на нем крутится шестерня без подшипников без ничего но вот это крайняя я решил что здесь нагрузки немного поэтому с этой стороны проточил подшипник сделал а с уже шестерни единый он такой есть там редукторе вал шестерни целиком тушительный не снимается и штурвал который побитый жизнью я не знаю где его так прессовали штурвал пока другого не нашел пошел у меня этот ручка это педаль велосипедная потому что за эту вроде крутить легко нормально но она зажевывает перчатки когда начинает быстро крутить и перчатка начинает накручиваться надо ее спилить вот это вот удобно хорошо все мягонько крутится все работает все ездит вот так ну рассчитывал видео будет ого-го какое длинное оказалось 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 все равно длинная да так вроде все по станине я еще планирую весной возможно тоже как мне посоветуете она получается у меня на шести трубах держится там 2 середина 2 и здесь 2 и вот планирую как можно выше забетонировать дальше то есть основанием не бетонная уже это изначально его забетонировал но теперь дальше мне забетонировать или сначала проварить швеллерами потом забетонировать скорее всего короче жду ваших советов пожалуйста мне уже бывают такие моменты хочется схватить кувалду и просто его разбить чтобы больше за него не браться но это было раньше пока я не поставил рельсы перен стал меньше выделываться точек более-менее не более меня сама сама лучшая из всех моих вариантов как как он точил он точно сейчас не знаю что вам еще показать вот этот узел мужского заинтересую здесь все просто три гайки на 14 приварены на планку прикручены к верху продольной че поперечки уже здесь узел подшипник внутренний диаметр на 10 внешне не помню здесь подшипник от ступицы колеса велосипеда получается работает как упорный или опорный тоже все мягонько работает все крутится бегает ходит шпильками 14 я уже вам во всех видео рассказывал говорил что 14 шпильки ставлю потому что у нее шаг резьбы 2 миллиметра удобно подсчитывать то есть если мне надо миллиметр я пол оборота делаю миллиметр прошел полный оборот 2 миллиметра легко считать удобно вот ну вроде всего здесь я соединил на два болта и штифты забил ну забил там где получилось расчет был сюда болт ставить а сюда штифт ну тут я с резьбой не угадал я короче забил туда штифт ничего работает нормально так ну вот вроде все давайте свои советы комментарии спрашиваете может уже все таки я уже почти год занимаюсь этим станком может быть и я кому-то чем-то посоветую уже например если бы у меня был бы такой сосед с моими сейчас знаниями год назад когда я начинал делать станок столько бы ошибок было бы по боку пущено столько бы неров сэкономил и денег потому что на станину старую у меня денег ушло хорошо вот да еще хотел в начале сказать и постеснялся скажем так обращусь самым верным своим зрителям ребята мужики короче вся эта оснастка очень дорогая даже в интернете даже бушные смотришь на ю тубе людям посылочки присылают людей подогревают прямо жаба давит правда я не то что вы прошла в общем то его прошу короче если у вас где-нибудь в сараях или в гаражах валяется то что вы пинаете токарное то что вам действительно уже не нужно не надо там что-то рабочая прямо у кого я восстановлю там или так далее пересылку я оплачу просто если не нужно или вдруг надумали в металлолом сдавать потому что я знаю что у многих во дворах валяются то что они не ценят скажем так или вернее скажем кому-то это очень нужно и даже найти не может человека это у меня может что-то валяется может спишемся я что-то могу предложить другое там не по токарке а по деревообработки может какие инструменты у меня есть тамески и так далее самодельные кованые клёпаные вот может быть как-то мы поменяемся на что-то или что короче мне токарная оснастка любая любая токарная оснастка сверла фрезы метчики развертки резцы может валяются не знаю да все что есть ребят пожалуйста ну вот наверное все на такой вот попрошайной ноте я заканчиваю свое сегодняшнее видео всем спасибо всем до свидания подписывайтесь ставьте лайки дизлайки жду от вас советов все всем пока